В народ вышла целая делегация из сотрудников полиции, добровольного пожарного общества, администрации района. Казалось бы, взрослые люди все знают о правилах обращения с огнем, газовым и печным оборудованием, но дома продолжают гореть, а люди гибнуть. Вот данные статистики. С начала 23-го года в крае уже произошло 426 пожаров. Погиб 21 человек, 12 травмированы. Чаще всего возгорания случались из-за неосторожного обращения с огнем. В том, 170 случаев, 147 по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей. По электротехническим причинам произошел 71 пожар. Так что напоминать необходимо, уверены в МЧС, тем более населению пожилому. В первую очередь следите, пожалуйста, чтобы горючие материалы не находились рядом с источником открытого горения. Жителям частного сектора рассказали о необходимости регулярно чистить дымоходы от сажи, соблюдать правила монтажа и эксплуатации оборудования как газового, так и электрического. Специалисты рекомендовали не выбрасывать непотушенную узолу рядом с домами и не оставлять без присмотра печи, которые топятся. Не стоит расслабляться жителям и при наличии в домах голубого топлива. Следите за запахом газа в доме. Если чуть-чуть даже почувствовали, открывайте его. Всем, кому пришли в этот день с профилактическими беседами, это 35 домовладений, специалисты рекомендовали установить автономные пожарные извещатели. По данным спасателей, с их помощью за более чем 5 лет в край удалось спасти 35 человек. Жителям вручили также памятки с напоминанием, как избежать возгорания и как вести себя при пожаре. Татьяна Голубева, День с толком.